Итак, у нас значит будет такой перевод. Наша задача, одна из уникальных особенностей этих стран, это отношение людей, употребляющих наркотики к себе и к своему сообществу. 21 июля был День памяти людей, погибших от репрессивной наркополитики. Для наших стран еще открытие День памяти ВИЧ, он проводится и все еще. В Беларуси в этом году сделали выставку «Люди с ВИЧ закрытыми лицами, люди боятся с ВИЧ открыть лицо». В Беларуси сегодня выставка 19 мая была посвящена. И здесь люди выходят и говорят о своей силе, и говорят о друг друге, и говорят о том, что именно репрессии принесли в эти вопросы. И одна из таких компаний, которая поддерживающая, это Support Don't Punish. И мы представляем Джоанна. Джоанн наш очень большой друг. IDPC Consortium – это серьезные эксперты в drug policy. И мы очень счастливы вместе работать. И наш Кыргызстан, и Литва, и Казахстан, и Кыргызстан, и Казахстан, Германия, Россия. Все мы благодаря тому, что вы серьезно занимаетесь наркополитикой. You really serious work with drug policy, that's why we improve our knowledge about this. That's why, please share your inspiration, vision, and opinion about support drug policy, and we continue. Thank you so much, Ольга, and thanks to everyone who's here. Большое спасибо, Ольга, и все остальные, кто пришли послушать нашу презентацию. Сразу перейду, собственно говоря, к теме нашей с вами встречи. Компании уже шесть лет. Собственно говоря, родился он как проект, который финансировало голландское правительство, как проект снижения вреда. Собственно говоря, цель его была привести людей, которые пользуются наркотиками, употребляют наркотики, к услугам, которые им могли бы быть предоставлены для снижения вреда. Это по-прежнему является основой, ядром того, что, собственно говоря, мы делаем в рамках этой компании. Но, безусловно, компания во время пути разрослась и затрагивает гораздо больше аспектов. Помимо того, что мы делаем и предоставляем, собственно говоря, доступ людям, которые нуждаются в этом, к услугам по снижению вреда, мы также максимизируем благосостояние тех людей, которые нуждаются в этом. У нас три основных цели. Первая из них, собственно говоря, привести в контакт всех активистов, которые заинтересованы в том, что мы делаем. Повысить поддержку и получить поддержку у просто широкой публики к вопросам, которыми мы занимаемся. Ну да, естественно, работать или проводить активную работу с людьми, принимающими решения, лоббировать эти вопросы на верхнем уровне для того, чтобы, опять же, повысить эффект от снижения вреда. Ну, само название компании, оно само за себя и говорит. By support, we mean support harm reduction services, support health services, access to health services by people who use drugs. Когда мы говорим «поддержите», используем это слово «поддержка», мы, естественно, говорим «поддержите нашу компанию», «поддержите все службы, оказывающие услуги по снижению вреда», «поддержите услуги здравоохранения». But also support as in encouraging solidarity among the general public with the causes of people who use drugs. Ну, а также увеличите, пожалуйста, ну, как бы мы пытаемся увеличить поддержку у широкой публики с людьми, которые употребляют наркотики. And the second part, don't punish, of course, end the war on drugs, which has been a complete mess. Солидарность с одной стороны и поддержка с другой стороны. Не наказывайте, не, ну, как бы, не криминализуйте эти действия. End criminalization and end repressive drug policies. Прекратите репрессивную политику по отношению к использованию, употреблению наркотиков и прекратите криминализацию. Now, the campaign is carried forward by local partners in hundreds, well, hundreds of cities now, yeah. Эта компания, собственно говоря, продолжает вестись людьми, которые нас поддерживают и участвуют в этом, в более 100 различных, там, сотнях городов. И мы очень поддерживаем сотрудничество с другими движениями, с другими общественными организациями. So, for example, in that one, you can see that 10 by 20 logo is a campaign by Harm Reduction International to direct 10% of drug control funding into health services. Здесь, например, вы видите, вот 10 к 20, это другой, еще другой проект, где 10% от финансирования по снижению вреда, чтобы шло именно на снижение вреда в учреждениях здравоохранения. Also, in 2016, we partnered with Stop the Harm, another campaign with the same principles. В 2016 году мы также заключили партнерское соглашение с другой организацией, которая, собственно говоря, работает немножко в той же области на эту же тематику, которая называется Stop the Harm, прекратите или там, остановите вред. And when we talk about collaboration, not only between campaigns, but also between affected populations. So, we are extremely happy to see more and more organizations of people who do sex work, organizations of men who have sex with men, joining the campaign. So, the idea of the campaign is to take leadership from affected communities and then take it from there. So, we try not to be prescriptive about what we expect people to do. We want to hear what people think it's best for their own communities. So, the different modalities that the campaign takes are first online, we have a Facebook and Twitter account. And also, a photo petition that I'm going to discuss later. Ну, у нас мы продолжаем существовать в разных ипостасях, в разных модальностях. У нас есть и наш аккаунт в Twitter, и есть страничка в Facebook, и есть еще одна петиция, фото-петиция, о которой я расскажу несколько позже. Где мы на всех этих площадках и платформах у нас есть возможность поделиться информацией не только о том, как проходит сама кампания, но и вообще о результатах, о снижении криминализации, о том, чего мы достигаем. Вторая модальность этого проекта – это фото-петиция, фото-петиция, онлайн. Сейчас уже там более 10 тысяч фотографий. Ну, и, наверное, самый важный момент в этом году – это такая акция глобальная, день такой, в которой мы проводим эту глобальную акцию. Организация Объединенных Наций в 26 июня посвятила Дню Борьбы с Наркотиками. Обычно в исторической перспективе – это день, в который правительства разных стран фактически празднуют и отмечают, насколько они отвратительно себя вели по отношению к людям, которые употребляют наркотики. Например, в этом году в Китае в качестве такого своего рода в кавычках отмечания и празднования пятерым людям вынесли смертный приговор и привели его в исполнение. Ну, и мы, конечно же, пытаемся нашим глобальным днем совершенно создать альтернативный нарратив, альтернативный текст и вообще позицию, которая против этого, и пытается создать положительный и очень оптимистичный какой-то контекст. И наши партнеры на местах, они в очень широком диапазоне организуют всевозможного рода активности, деятельности, проекты, мероприятия. Например, некоторые встречаются с политиками, проводят такие лоббистские усилия. Ну, диапазон того, что вы можете в этот день сделать, он безграничен, ваша фантазия только его ограничивает. Это могут быть лекции, могут быть музыкальные концерты, могут быть какие-то любого рода мероприятия. Ну, и, безусловно, цель этих всех мероприятий, этой активности, это создать ту повестку дня, которая для того или иного региона, страны, места, города актуальна, и выполнять ее, несмотря на то, что стратегически вы работаете над общей задачей, но выполняете, реализуете вы цели, которые необходимы как бы для вас, для вашего места, в котором вы живете. Мы предоставляем весь необходимый инструментарий того, каким образом создавать подобного рода мероприятия, и что можно проводить, и с чего это делать. Мы также предоставляем финансовую поддержку для того, чтобы эта деятельность была проведена, эти проекты были реализованы. Небольшие гранты, максимально тысячу долларов. Но в этом году у нас была возможность предоставить 90 подобного рода небольших грантов. Как движение мы, конечно, очень подросли за эти шесть лет. Мы сейчас в более 60 странах присутствуем. Но, как видите, на этом графике наша компания, она сильно очень расширилась и возросла с тех шести стран, в которых мы изначально ее проводили. Последний раз мы проводили кампанию в 92 странах, в 238 городах. Это 111 стран, в которых наша компания проводится, и мы особенно этим гордимся. Возможно, Ольга хотела бы сказать буквально пару слов, потому что влияние и вовлечение стран из ее региона, оно, конечно же, тоже значительное, и вы видите, какое количество стран здесь представлено. Примеры компании. Скажите, у кого какая компания присутствовала на встрече? Пожалуйста, дайте примеры, которые были очень впечатленными или большим впечатляемыми. Очень впечатлило, что первый раз в этом году в Одессе произошло. Не просто в Украине, не в Киеве, а в Одессе просто в контакте. Я ее проводила. У нас в Казахстане именно прошла акция в Астане, это город без наркотиков. Она прошла именно 26 июня, и благодаря тоже этой акции, ну, получается, мы сохранили программу заместительной терапии в Казахстане. Это было таким толчком большой. В Литве впечатлило, что мы после компании были приглашены в тюремный департамент. И в котором обсуждали о недавно принятом тоже под нашим пресенком законе о метадонии в тюрьмах. Очень впечатлила сама концепция в Украине, поливание, охота на ведьм. Такая была театрализованная постановка, и было очень много людей, да, и нас очень впечатлило именно то, что люди реагировали правильно в этом году. Говоря о Кыргызстане, я думаю, все-таки, что самым впечатляющим была эта компания в поддержку ОЗТ в Казахстане. То есть это было не для нашей страны, но я видел, как сразу несколько разных людей в разных местах сделали это фото, на самом деле вышли, показали, и те прогнозы, которые первоначально стояли очень пессимистические, и мы узнали реакцию, мы узнали результат, что все-таки это положительное решение, пусть и не до конца. И, наверное, чувство того, что ты к этому причастен на таком региональном уровне, это то, что, по крайней мере, задело меня. Два года подряд при поддержке суппорта ОНПАНИШ проводили акцию, в Узбекистане. Учитывая нашу наркополитику, то есть это было, за счет мобилизации этой компании мы написали заявку, то есть было по... Женщины живущие с ВИЧ и плюс ЛУН реализовывались, то есть по заявке ЕСЛУН тоже проводилась, то есть как бы акция. В Беларуси и в Минске также прошла акция СОПАР ДОНПАНИШ, несмотря на всю политику и запреты на проведение акции, мы присоединились, поддержали Казахстан также. Мы также поддержали Казахстан в Беларуси, и мы также провели эту акцию и активность на тот день. И, опять же, если вы думаете о нашей пенолизации, криминализирующей, пенолизирующей политики, это поддержали это. Начала общественная организация «Твой шанс», и к нам присоединились очень многие НКО из всей Беларуси. Что очень редко бывает, но... Ну и в Германии при вашей поддержке в Берлине второй год проходит акция сообщества. И мы признательны вам и говорим спасибо от Берлун. Благодаря этой акции люди, русскоговорящие из разных стран, из России, из Беларуси, из Молдовы, из стран Прибалтики, могут сказать, что они беженцы, и они страдают от жестокой наркополитики, и это наш день, когда мы говорим СОПАР ДОНПАНИШ. Спасибо. И я бы хотел использовать эту возможность сказать спасибо и дать мою благодарность, потому что спасибо за вашу поддержку в Берлине. Мы также имеем эти два года в рамках поддержки, где люди, иммигранты и ассоциативы из этих стран, Молдова, Россия, Балтик, и другие страны, могут вообще прийти и сказать, что это поддержка поддержки. Спасибо. Спасибо. Мы... Could you tell something now? I just want to say thank you, thank you so much for caring for the campaign. Хотел вам вас тоже поблагодарить, всех большое спасибо. We are a couple of people sat in an office in London. The campaign would be nothing without what you do. We just tried to enable what you can do. Но мы всего лишь парочка людей в офисе в Лондоне, поэтому без вас у нас бы явно ничего не получилось, поэтому вам спасибо большое за то, что вы есть и вы делаете свое дело. И у нас в этом году в ассоциации тоже такая сильная энергетика пошла в связи с компанией... Could you say translate here? И в связи с ситуацией в Казахстане, по поводу того, что могло случиться... И мы думали, и очень круто, что объединились идеями, и там слоган, который Пулот придумал, стал региональным слоганом, который перерисовали в других странах, и он стал частью нас. И мы тоже... То есть есть идеи заранее, ну как бы немножко подумать за следующий год, да? Но сейчас на окончании сессии, если еще есть какие-то вопросы к Хуану, если есть вопросы к Хуану, да, или какой-то про Support Don't Punish, можно сейчас, можно чуть позже. Главное, вы знаете, что человек, который сейчас взял это идейное и фасилитаторское наполнение компании, вот, Хуан International Drug Policy Consortium, все вопросы напрямую, копию, переводы, все сделаем, спрашивайте, как, что, какие ресурсы, где можно подтянуться. Ты сейчас хочешь спросить? Нет, вопрос есть? Давай. Я хотела сказать то, что на компанию нам выслали значки, и мы не смогли эти значки получить, они огромную сумму заявили. Я с вами списывалась, Наталья. Хорошая тема, мы сейчас соберем эту информацию, потому что Беларусь попала тоже на, ну, как бы на налоги Узбекистан. Надо подумать, как в следующем году, и это есть луна задача, наша задача продумать, на какую страну безопаснее всего отправлять, а мы между собой уже раскидали. Знаете? Да, это действительно очень хороший вопрос. И это произошло с другими странами. Что мы сделаем в следующем году, это дать поддержку для сообщественных партнеров, чтобы сфотографироваться, чтобы мы не имеем эти проблемы. Да, это действительно очень хороший вопрос. Хорошо, что вы его задали. Это случилось не только в вашей стране, но и с несколькими другими странами. Мы, на самом деле, придумали тоже такой ход B, план B, что мы просто предоставим вам дополнительное финансирование на то, чтобы вы напечатали эти значки или что-то еще у себя на местах, чтобы это потом никуда не рассылать. Мы, на самом деле, 9 случаев, и это было огромное шампание. 9 из... Да, и Джоан очень извиняется и говорит, что у них, да, вот таких 9 случаев за всю большую компанию. Там больше 100 малых грантов, скорее всего, и рассылок было. Поэтому, да, уже отменить жюриат. И мы тогда на окончании сессии хотим поделиться от Евразийской ассоциации снижения вреда, сказать вам огромное спасибо. Мы сняли вашу честь. Видео от нас в день поддержать, не наказывать. И вот сейчас это видео для вас и про вас. Самое основное послание этого видео. Нигде ничего не сдвинется с места в правильную сторону, если только там сдвигается, там, где есть люди, которые точно знают, что хотят, у которых есть ясная задача, ясные мотивации, уверенная позиция, крепкие, надежные попутчики. И тогда тема постепенно начинает заменяться. Я вас очень благодарю, что вы такие классные попутчики. Какие мы вместе. Это про... В нашей регионе противостояние, это очень страшно, поэтому нам надо держаться... А звука нет? Wait a minute. В Грузии движение за нерепрессивную наркополитику начиналось с 10 активистов в сети, людей, употребляющих наркотики, и выросло до 10-тысячных митингов за права человека. Мы говорим поддерживать и наказывать. И это движение за равенство прав людей не зависит. В нашем регионе противостоять силовым структурам очень страшно. Поэтому нам надо держаться друг за друга и действовать сообща и вместе. В Грузии движение за нерепрессивную наркополитику начиналось с 10 активистов в сети, людей, употребляющих наркотики, и выросло до 10-тысячных митингов за права человека. Мы говорим поддерживать и наказывать. И это движение за равенство прав людей, независимо от того, какие вещества они употребляют. Это движение против невежества, лицемерия государств. Это движение за достойную жизнь. Российская наркополитика регларирует нулевую толерантность по отношению к употреблению наркотиков. Но по факту это выражается в нулевой терпимости по отношению к людям употребляющим наркотики и страдающим наркозависимостью. Российское государство не поддерживает программы, направленные к профилактике ВИЧ-инфекции, а также снижение других рисков, ассоциированных с употреблением наркотиков среди этой группы населения. Лишь некоторые НКО продолжают заниматься профилактикой ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков в России на свой страх и риск, рискуя быть заклименными иностранными агентами. Еще два года назад себе было трудно представить в Эстонии существование организации, отстаивающей права людей, употребляющих наркотики. Сегодня организация ЛНС не просто существует, совместно с государством они реализуют инновационную модель альтернатив наказанию, отстаивают права людей, употребляющих наркотики на национальном уровне и на уровне ООН, оказывают важные для людей, употребляющих наркотики, национальном уровне ООН. 45 суток без сна и 7 долгих лет Кастас Буткус отстаивал свое право на лечение в литовских судах. И только когда дело дошло до Европейского суда по правам человека, правительство Литвы сменило свой курс. Благодаря силе сообщества и поддержке правозащитникам, сегодня разработано положение о выдаче метадона в местах лишения свободы. Кыргызстан. Изменения преминальных кодекса сносились без участия людей, употребляющих наркотики. В результате декларируем декриминализацию, а по факту за 3 грамма гашиша человек получает штраф почти 2,5 тысячи евро. Не можешь платить в тюрьме. Мониторинг законов, силами сообщества, ассоциаций все снижения вреда Кыргызстан проявил эту ситуацию. И теперь есть реальный шанс сохранить имущество о главной жизни наших друзей. Беларусь. Только представьте, каждое утро в 6 утра аппарата заместительной терапии можно получить на руки. Приказ об этом вот уже полгода находится на согласовании в Минздраве Беларуси. Через бесконечные отказы, отговорки и судебные тяжбы проходят Сергей Крыжевич и другие активисты команды «Твой шанс», чтобы утвердить этот документ и реализовать свое право жить достойно. Таджикистан – беднейшая страна региона Веца. Но в ней сравнительно неплохо развивается программа снижения вреда, по крайней мере, программа обмена иглы швейцев. Есть сильные организации на базе сообществ, таких как Спинн-Плюс, которые спасают жизнь и возвращают человеческое достоинство. Мы хотим, чтобы правительство Таджикистана в кратчайшие сроки разработало бы документы для выделения средств финансирования общественным организациям на базе сообществ, тем самым показав свою политическую волю. В сентябре 2018 года в Казахстане по инициативе МВД прекратился набор участников программы заместительной терапии. В стране есть сильное движение в поддержку программы «Заместительная терапия. Мое право». Энергия этого движения – это люди, употребляющиеся практически вещества и участники программы ЗТ. Но несмотря на открытую повращение участников программы и их родных и близких, подачу жалоб в комитет и результаты нескольких оценок, доказавших эффективность КЗД в Казахстане, сегодня программа находится под угрозой закрытия. Ее будущее зависит на представителей силовых структов. Поддержите наших друзей в Казахстане, помогите сделать КЗД доступным. Все. Репрессивной наркополитике нет оправдания. Канада, Чехия, Португалия, Швейцария, Германия. Каждый год все новое и новое страна идет по пути уважения к правам человека и к научным достижениям. Мы воспользуемся своим правом на свободу и достоинство. Поддержать мир оказывать!